Всем привет, мои дорогие зрители! Ева стартанула просто прекраснейше, и я думаю, было бы просто великолепно раскрыть для игроков некоторые интересные хитрости этих хроник. Со старта серверов я тоже делал подобное видео, и даже настоятельно рекомендую вам его лишний раз посмотреть, однако, понятное дело, что, ну, потрогав Еву уже там своими руками на наших серверах, я нашел немало новых лайфхаков, которыми сегодня хотелось бы с вами поделиться. Сейчас мы узнаем, как проходить подземелья грез с максимальной пользой, какие применения есть у ваших твинков и вторых аккаунтов, как иметь топовый кач даже на не очень сильные профи, какие есть применения у питомцев и как их можно одеть и прокачать, как пройти трудные квесты буквально за час времени, как вытаскивать максимум пользы из острова аллигаторов, что такое вторжение и как на нем профит накачаться, научимся проходить ивентовый храм воды, посмотрим, как брать итемы с рынка дешевле, чем они стоят, вытащим много штормов на увеличение опыта и расставим метки на приоритетные таргеты в толпе врагов. Но вначале я хотел бы сделать небольшое объявление о рекрутинге. У нас есть кланы на Еве-2, куда, безусловно, все еще требуются игроки. С вас активность и соблюдение правил, с меня по несколько пвп в день и возможность не только фармить самых вкусных боссов, но также допуск к клановому аукциону, где есть много предметов дешевле рынка. Плюс, естественно, каждый получает свою долю от кланового банка. К примеру, мы уже смогли распределить между своими ребятами более 4 миллиардов адены, которые удалось зафармить буквально за 4 дня. Требований в плане доната у нас нет, но играть уж совсем под пивасно, сразу предупреждаю, тоже не выйдет. Инструкция, как вступить к нам, есть у меня в закрепе в Телеграме. Добро пожаловать в Линадж 2 Эссенс. Не зависть от других, играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включая автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены, и теперь в открытом мире. Отвою их у всего сервера. Брось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй бесплатно в Линадж 2 Эссенс на 4гейме. Первое и самое важное, это, конечно же, старт по реферальной ссылке из описания. То есть, если ты все еще не начал на Еве, то обязательно регистрируй свежий новый аккаунт через меня, и будь уверен, что вполне себе сможешь получить все возможные, связанные с этим, бонусы. Теперь можно начинать. И для начала, наверное, хотелось бы расписать информацию по твинкам и всем, что с ними связано. Конечно, мы уже знаем, что на одном аккаунте с основой можно делать второстепенных персонажей, и проходя ими обучение, примерно до 63 уровня, забирать приятную пачку снаряжения, которую мы отправляем на основу. И, соответственно, ты прогоняешь все эти 6 персонажей таким образом, и получаешь буст, который на Еве просто не забрать другим путем. Лично я уже сделал себе приятнейшую третью подвеску и пятый пояс. Как только твой твинок будет таким образом использован, можно им заняться более крутыми вещами, а именно накоплением очков выполнения заданий. Убиваем пачку мобов, заходим в невероятную временную зону, и забираем вот эти вот штормы, которые можно передать на основу, и поднять очень высокую скорость прокачки. Такие штормы иначе никак вообще не достать, поэтому ценность такого хода действительно трудно переоценить. Тем более, что их, кстати, можно накопить хотя бы просто для того, чтобы использовать в будущем, когда ты уже встанешь в действительно крутые места для прокачки персонажа. Кроме предметов внутреннего бустарства, на также можно перекинуть экипировку типа доспехов и оружия. Во-первых, таким образом ты сможешь сделать себе несколько нужных пушек, чтобы их попробовать просто поточить. А во-вторых, когда у тебя появится твое животное, твой питомец, то, соответственно, можно таким образом подобрать ему тоже максимально подходящую экипировку. Допустим, своему бычку я сделал шмот, прокачав гнома. Твинок может быть, кстати, и на втором аккаунте. Шмот с него, конечно, не перекинуть, однако тут тоже есть ряд отличных применений. Понятное дело, что мы можем сделать себе формилку духа для дополнительного заработка Адена, но применения, естественно, на этом не заканчиваются. К примеру, если ты мистер богатый парень, то через твинов ты мог бы скупать Адену ощутимо дешевле. Пропуск Евы дает порядка 60 миллионов Адена и стоит 1000 рублей, но вот если напрямую для основы скупать коробки с монетами, то тут мы уже получаем 75 миллионов, но за полторы тысячи. И не будем забывать, что пропуск сам по себе дает крайне много полезных итемов, и, конечно же, таким образом ты еще и самого твина сможешь неслабо загустить. И, соответственно, мы просто берем Адену, которая в том числе с этого пропуска идет, и скидываем на основу, чтобы прибалдеть, скажем так, лишний раз. Кстати, полноценно второе окно также позволяет вам ощутимо сильнее прокачиваться, особенно если вы, допустим, играете как я на персонажа, который не обладает большим фарм-потенциалом. Берем в пати такого пацана и просто висим у него на шее как можно дольше. Особенно этот прием поможет вам эффективно проходить такое событие, как вторжение монстров. Это определенный ивент, который стартует при наступлении игровой полночи. Время в игровом мире, кстати, можно смотреть, открывая карту, и игровые сутки длятся порядка 4 часов реального времени. Соответственно, вторжение стартует у нас ежедневно в половину второго, половину шестого и половину десятого часа вечера. Приходим туда в пати с твеном и просто встаем в точке респа мобов. С одной стороны, сами мобы будут очень профитными, а с другой, тут, между прочим, есть задание на их убийство, которое даст вам приятнейшую лампу на опыт персонажа. Касательно прокачки персонажей, я думаю, многие уже заметили, что много опыта идет по квестам, в рамках которых нужно убивать определенных монстров. И иногда нас, к сожалению, отправляют в очень сильно забитые локации типа Крумы, где выполнение становится проблематичным, особенно если вы, как и я, играете не на духе. Чем бегать и руками забирать мобов? Я бы посоветовал просто сходить в тренировочное подземелье и выполнить квест именно там. Открываем особые зоны охоты и далее попадаем в нужную нам локацию. Конечно, тренировка, как правило, переполнена, да, однако попасть туда вполне можно в те часы, когда онлайн на сервере, ну, скажем так, не самый большой, то есть вне прайма, где-нибудь утром или ночью вполне себе туда зайти можно. Раз в неделю ваш персонаж может отправиться в подземельный грез. Требуется для этого от двух до десяти персонажей, и на самом деле эта локация просто переполнена опытом. Так что ни в коем случае не упускайте возможность забрать оттуда все, что только можно. Рейдовый босс в конце, как по мне, второстепенен, и в первую очередь забирайте вот конкретно самих мобов. С них, кстати, кроме огромного количества опыта, если что, еще и итемы для внутреннего буста тоже будут падать. Для сильных персонажей вообще можно крайне интересную схему придумать. Залетаете туда вдвоем с твином, оставляете его в самом начале, а весь опыт забираете просто в одно лицо. Но стоит учитывать, что таким образом вы, скорее всего, не сможете забрать босса, он, ну, скажем так, тоже обладает некоторым потенциалом, тем более, что дает возможность после своей смерти попасть в локацию с котами, где опыта с мобов будет еще больше. Следующая хитрость у нас это остров аллигаторов. На старте Евы очень много возмущений у людей было из-за итема в магазине, что позволяет накапливать очки Евы. Мол, он стоит целую тысячу рублей и дается всего на неделю, однако, пока он есть у вас в инвентаре, вы получаете очки Евы, и их можно использовать на заход в остров аллигаторов, где идет не только очень много адены и опыта, но также тусуются очень мало людей. За очки Евы также можно покупать камни продления аллигаторов, но, как по мне, это не очень рационально, ведь один заход в час в день обойдется нам в 200 очков, а камень продления на один час стоит целых 500. Таким образом, если вы хотите максимально эффективно использовать очки Евы, то просто ходите на аллигаторов по часу в день, и в итоге недельной руны вам хватит сильно больше, чем на 2 месяца ежедневных заходов туда. Еще относительно временных зон стоит упомянуть храм воды. Собрать пачку туда можно в геране буквально за пару минут, и пройдя несколько этажей после убийства РБ, выходим, чтобы обменять у НПСа под деревом воду, которую нам дали в награду за выполнение задания. Проходить ивент можно каждый день, а в награду у нас не только возможность забрать четвертую книгу на самый эффектный скилл персонажа, но также и уникальное снаряжение, в котором есть броня охотника, которая выглядит как сет династии, и легкие ботинки и перчатки кошмаров, которые пригодятся многим игрокам в ПВЕ. Соответственно, экипировка из храма воды также может продаваться игрокам на рынке, где вы можете что-то себе даже забрать, если вам повезло с дропом, но будьте в целом очень аккуратны, так как на межсервере продаются некоторые итемы, которые куда как дешевле просто сделают самому. К примеру, книжка на эволюцию вашего питомца через крафт делается куда проще, однако некоторые мои особо ушлые сокланы все же умудрялись продавать ее на рынке другим игрокам, ну типа раза в три дороже. Надеюсь, эти сокланы на меня не обидятся, за то, что я их небольшой бизнес немножко порушил, да, в этот момент. Заключительный лайфхак у нас сегодня будет, кстати, в первую очередь для тех, кто играет со мной в одних кланах, и тут у нас самый простой способ максимально быстро находить в толпе вражеских персонажей самые приоритетные цели. Деретесь вы, допустим, в поле там где-нибудь стенка на стенку, и тут появляется ощущение, что вы потерялись. Очень хотелось бы выбивать именно самые нужные вражеские цели, но не всегда таких ребят удается быстро засечь, поэтому вот вам самый простой прием, который мы обычно применяем. Нажимаете сочетание клавиш Alt и русская буква N, и в появившемся меню открываете фладку слежения. Впишите туда никнейм вражеского беша, и благодаря такой отметке вы всегда будете его видеть. Кроме бешей можно вносить также ключевых вражеских ДД, которых стоит законтролить, ну или, соответственно, рейд лидеров, после отправления в город которых вы просто лишаете соперника большей части его координации. Огромное спасибо за просмотр, инструкции как вступить в наш альянс находятся в закрепе в Телеграме, и не забывайте регистрировать аккаунты по моей реферальной ссылке, чтобы не упускать возможность забрать бонусы для новичков. Увидимся в следующих роликах, всем пока.